всем привет ребята на канале крипто комманс на самом офигительном крипто канале и сегодня постараюсь максимально быстро донести до вас свои мысли смотрите на месячном таймфрейме мы видим вторую красную свечку хайка наши и мы видим на индикаторе хэш риббонс о которой мы говорили недавно капитуляцию майнеров связи с переездом майнеров из китая в новые регионы связи с шумихой насчет запрета майнинга и всего остального это конечно тоже отдельная песня об этом можно долго говорить но пока мы не видим сигнал на покупку но посматривайте когда он загорится вот этот голубой кружочек здесь загорится на индикаторе хэш риббонс кто не в теме за индикатором называется вот так вот хэш риббонс он показывает именно как все капитуляции майнеров то этот синий кружочек как правило очень серьезный сигнал на лонг как мы можем видеть из истории как минимум это сигнал на флэт но в итоге это сигнал на лонг я хочу вам другое показать пару месяцев назад кто помнит наверное 5 cycle bitcoin top индикатор называется горячая тема была в том что он показал вершину цикла точно на 60 тысячах помните после которой мы упали больше чем на 50 процентов уже почти на 60 но посмотрите на это на месячном таймфрейме как заметил подписчик арсен за что ему большущий респект этот сигнал отсутствует и это очень странная тема может быть это конечно глюк но он как бы намекает потому что на недельном таймфрейме смотрите мы видим с вами этот сигнал и знаем что из истории он достаточно мощный если посмотреть на всю историю битка логарифмическом масштабе то этот индикатор всегда отрабатывал точно и показывал нам все вершины предыдущих циклов ну за исключением может быть того что вот это была такая же вершина внутри большего цикла но вы можете сказать что это был менее медвежий рынок тут уже каждый сам для себя если для вас три месяца это медвежий рынок то не вопрос но на месячном таймфрейме еще раз говорю посмотрите парадокс в том что он не показал этот сигнал так что не знаю что с чем это может говорить просто держите это в голове что есть вот такой вот маленький нонсенс что на месячном таймфрейме здесь этого сигнала почему-то нет я честно говоря хрена узнает почему но опять же для меня это еще один звоночек к потому что может быть все таки мы в медвежьей ловушке потому что смотрите вот по логарифмическому каналу но все еще ползем куда нам надо наверх по модели сток ту флоу вытряхнули очень много слабых рук с рынка уже уже многих ликвиднула там я молчу чё по дэшу происходило и по альткоинам и в целом то мы дальше можем переть спокойно наверх потому что ракета уже пустая но я хочу еще добавить что вот по модели сток ту флоу мы идем с вами прекрасненько по треку и обратите внимание в первом цикле мы обгоняли модель сток ту флоу во втором цикле мы уже не догоняли модель сток ту флоу то есть мы от вот этой предсказываемой цены отбивались как от сопротивления и только потом перегнали и уже когда мы были скажем так на следующем плато а сейчас мы смотрите мы перегнали модель сток ту флоу как бы у нас был очень over extended как это сказать очень перевозбужденный цикл и сейчас вот мы наконец-то откатились до средних значений то есть принципе это не значит что мы не можем еще чуть ниже сходить но в целом это говорит о том что мы в любом случае в какой-то момент пойдем догонять так что мы имеем дело с вами ребята ни с чем иным как с трамплином волатильности я бы это назвал трамплин волатильности он подразумевает очень сильную раскачку цены сначала вниз перед еще больше раскачкой цены вверх короче ребят шортить но сейчас я считаю вообще не целесообразно опять же судя по метрике глаз ноут у нас количество краткосрочных спекулянтов уменьшается нападение а количество долгосрочных ходлеров инвесторов увеличивается смотрите на эти две метрики на спекулянты все в медвежий рынок продают их вытряхивает с рынка видите корреляция с графиком какая отличная а ход лера играют против рынка они набирают позицию и вот ход лера на самом деле сбрасывали по мере того как мы росли уже после 30000 где я вам показывал справедливая цена еще было 18 они сбрасывали а сейчас 30000 уже справедливая цена и они накапливают кто не в теме я показывал что у нас на недельном таймфрейме мы сейчас находимся уже на полосе поддержки то есть первый раз когда мы доходили до 40 тысяч и упали на 30 мы на самом деле были очень сильно перекуплено потому что у нас полоса поддержки было вот на уровне 14 20 тысяч а сейчас когда мы находимся на этих же значениях мы уже находимся на нижней границе полосы поддержки то есть вниз вот у нас резкие проколы их быстро откупают то есть полоса поддержки то тоже выросла за это время в два раза опять же в прошлый раз когда мы были здесь посмотрите rsi был очень сильно перегретой и мы после этого упали вниз и по стахастику тоже самое если вы откроете стахастик посмотрите когда мы были на 30 тысячах прошлый раз стахастик развернулся и начал падать весь этот рост до 60 он падал то есть это говорило о том что ослабевает покупатель и продавцы начинали фиксировать прибыль и стахастик rsi и rsi падали сейчас стахастик находится в супер перепроданном уровне уже стахастик моменте нам говорит о том что вот он пересекается что будет отскок и rsi тоже развернется маркет cypher тоже нам об этом говорит все орет просто на лонг плюс я еще раз говорю что у нас сетка и my ribbon ну вот вы сами все видите сейчас мы находимся на ней то есть это у нас полоса поддержки бычего рынка всегда была на недельках так что я верю ребята вот такой расклад я верю и в дашь который даст там 100 иксов можно спокойно дать сейчас от текущих то ему уже посмотрите в прошлый был ран сколько иксов дал дашь ну ладно это видео не продаж я лично откупаю просадку я накапливаю все что вижу более подробно посмотрите вчерашний стрим у нас был очень крутой стримчанский кстати потому что мы там перетерли просто косточки всему рынку вместе с тоном вейсом с виталий с аксенсусом с олежиком с дедом со всеми ребятами и также заглядывайте к нам на канал крипто комманс 20 потому что там тоже очень много крутых видосов переводит серфи специально для вас вот но я обещал с этим видео долго не задерживаться поэтому переходим к тех анализу от дэна chart guys и он там сказал просто мега крутые и правильные вещи как я считаю так что погнали послушайте его привет крипто трейдеры заценим что происходит с биткоином мы пробили 30000 и увидели отскок который мы ждали и теперь давайте посмотрим что быки должны сделать чтобы доказать свою силу первая вещь которую я хочу обсудить это то что в твиттер сейчас многие называют паттерном головой и плечи но это не голова и плечи моё мнение на мое мнение что это не голова и плечи и чувак из фильма big short майкл бьюри называет это голова и плечи но давайте я вам объясню просто что такое паттерн головой и плечи это медвежий разворотный паттерн многие из вас просто скажут да это похоже на головой и плечи форма такая же Но что на самом деле такое паттерн головой и плечи, это когда у вас есть тренд повышающихся максимумов и повышающихся минимумов, потом у вас есть откат, который, может быть, доходит до тех же значений или чуть ниже, но после этого вы видите отскок, более низкий максимум и более низкий минимум. И вот это является паттерном головой и плечи. Другими словами, все, что этот паттерн из себя представляет, это смену тренда с понижающимся максимумом и понижающимся минимумом. Это просто как апельсин. Теперь, как за этим наблюдать? Вы смотрите за недельным аптрендом. Повышающийся максимум, повышающийся минимум, повышающийся максимум, повышающийся минимум, более высокий максимум, более высокий минимум, более высокий максимум, не удерживаем поддержку, красный флаг загорается. Мы только что потеряли первый раз недельный аптренд за последние месяцы. Понижающийся минимум, понижающийся максимум, недельный даунтренд подтвержден. Таким образом, вот где ваши голова и плечи, вот здесь. И как только мы пробили 47 тысяч, линию шеи, это подтверждено. И более того, мы уже дошли до цели. И самая лучшая точка входа в плане риск-награды – это понижающийся максимум. Но даже если вы зашли на пробитие линии шеи, все равно у вас еще много возможностей зашортить. Вот как мы подтверждаем недельный даунтренд. Но если вы рассматриваете вот это, как голова и плечи, вы настолько опоздали на вечеринку, что вы, скорее всего, потеряете деньги. И все, кто ждет пробития вот этой линии шеи, теряют деньги прямо сейчас. И любой бык, который пытается сейчас зафиксировать убытки, просто продал дно. Так что это для меня не означает вообще ничего. Является ли это медвежьим разворотным паттерном? Нет. У нас уже был медвежьий разворотный паттерн на 47 тысячах. И он уже отыграл. А вот этот паттерн не показывает мне никакой разворот. Потому что это уже произошло. Это просто паттерн продолжения недельного даунтренда. Это такая же тема для меня, как Death Cross, крест смерти. Все сейчас обсираются, что 50-й мувинг пересекает 200-й. И это крест смерти. Да, но, ребят, у нас была эта информация еще на 47 тысячах, когда мы увидели недельный понижающийся минимум. Пять недель назад. Так что это все запаздывающий индикатор. Поэтому уровни цен настолько более информативны, чем запаздывающие индикаторы, ребят. Так что Death Cross не означает ничего для меня. Golden Cross также не означает ничего для меня. Это все запоздалые сигналы. Когда движение цены уже все это продиктовало достаточно давно и отыграло. Так что это не голова и плечи, ребята. Как бы вы можете называть это голова и плечи, но в таком случае это экстремально поздние плохие голова и плечи. Окей. Теперь что по поводу падения. Мы упали без дневного отскока на 30%. Довольно-таки экстремально. И чем больше я вижу экстремального движения вниз, чем более агрессивны медведи, тем более агрессивен я как бык. Потому что, смотрите, как только мы пробили 30 тысяч, попробуйте посмотреть на ситуацию с разных сторон. Как только 30 тысяч пробиты. Кто еще будет закрывать лонги? Только очень-очень запоздалые быки, которые капитулируют. Кто еще остался, чтобы шортить? Только очень-очень-очень поздние медведи, которые не знают, что такое паттерн головы и плечи. И кроме этого, у вас остаются медведи, которые закрывают большие прибыли, забирают профиты. И быки, которыми кишил весь крипто-твиттер, все ждали 29-26 тысяч долларов, 25 тысяч долларов, чтобы закупиться. Так что очень много покупателей готово. Они этого ждут. И вот почему вы видели, что стакан просто упал с 31 тысяч на 29, потому что там ничего нет в стакане между 29 и 31. Очень тонкий лед. И после этого мы резко отскакиваем обратно, потому что предложение иссякает, и появляется спрос. Спрос на биткоин становится гораздо больше, чем предложение. И как только мы пробиваем 30 тысяч, это соотношение делает вот так и вот так. И вот почему мы видим этот отскок. В общем, ребята, спасибо Дену с канала Chart Guys. Подпишитесь на него тоже. Ссылку оставлю в описании. Вот какой у него прекрасный дивный сад. И да вроде все сказал, вы все поняли. Выводы делайте сами. Дисклеймер, не финансовый совет. С вами был Гринни. Это канал Crypto Commons. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь к нам в телегу. И пишите в комментариях, что вы думаете. Всем профита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.